Успоминан 30-годовой давнины и зараз выкликают смуток и боль. На вочах ликвидаторов гинули вёски, люди покидали свои родные мястины и напереде их чекала невядомость. Не ведали и водители, кольки придется працавать над ликвидацией наступства аварии. Владимир Буйнеевич признается, что у первые дни отшивал страх после наведывания забрудженной территории. Однако громадянский долг был на первом месте. Я работал тогда на самосвале, жил 555-й, возил бетон в дроньки, в дроньках делали силосные ямы. Ну а потом уже после этого взрыва, уже когда начали копать противопожарные водоемы в деревнях, потому что деревни начали гореть, так копали противопожарные водоемы, так я тоже на жилу и Хойницкий район, и Брагинский район, все обслуживали. Так что мне работы хватило. Разом с представниками инших профессий водители унесли неоценный уклад у ликвидацию наступства аварии. И они допомогали пожарным, энергетикам, военным, эвакуировали людей с забрудженных вёсок. Кожный день, рискующий уластным здоровьем, водители, которые приезжали из усёй Гомельской области, профессийно и самоданно выконывали свои службовые обовязки. Первого мая мы уехали в Сенцы, по разным деревьям, где-то порядка шести автобусов было отправлено, и каждый. Я лично попал в Лосы, в Сенцы. Когда я приехал туда, по пути уже мы ещё подселялись, подсаживали людей. Они тоже не знали, что такое произошло. Мы тоже конкретно узнали в этот день. Памятный знак у Хойниках стал первшим подобным помником у Гомельской области. Водители вспомнили усих, с кем працевали 30 годов тому. Мы решили увековечить тот героизм, тот подвиг, гражданский долг, который исполняли водители при ликвидации последствий этой катастрофы. Тех водителей, которые уже с нами нет, и тех, которые продолжают сегодня жить, трудиться. У нас есть ветераны такие. Хотелось бы сказать им огромное спасибо и низкий поклон за то, что они сделали. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Хойницкий район.